Добрый день. При реализации в проектах СОТП технологии статистического управления технологическими процессами, а также разрабатывая испытательные автоматизированные стенды, или при необходимости встраивания в систему автоматизированных процедур метрологической калибровки измерительных каналов, требуется выполнять большой объем вычислений над большими объемами накопленных данных для получения разнообразных статистических оценок и сличения их с теми или иными формализованными критериями. Причем алгоритмы и того, и другого могут быть весьма и весьма изощренными. Известно, что SCADA Trace Mode – система реального времени с мощным математическим аппаратом, предназначенным для решения как оперативных, тактических, так и стратегических задач. Однако, в случае необходимости обработки значительных массивов данных, ее организация при проектировании может вызывать определенные трудности у разработчика, причем, как правило, ресурсного характера. Рассмотрение в качестве альтернативы обработки данных в SPAD-архиве с помощью канала Call с типом вызова Local Statistics возможно, но лишь в случае согласования момента времени начала обработки данных, объема выборки, а также наличием требуемых расчетных оценок, получаемых на аргументах канала. Что, увы, не всегда возможно. Каким же образом тогда предполагается поступать? Ну, на наш взгляд, использовать потенциал накопления данных в реляционных с УБД и всю мощь обработки данных, заключенных в языке SQL. Тут, правда, требуется напомнить, что динамические характеристики, используемые с УБД, должны соответствовать динамическим характеристикам процесса, чьи данные в нее записываются. Что, как мы знаем, далеко не всем очевидно. Для создания демонстрационного проекта мы воспользовались ранее опубликованным материалом многоточного подключения по протоколу обмена данными HART. Вот данный ролик. Там опрашивались три интеллектуальных датчика измерения температуры, чьи чувствительные элементы практически находятся в одной точке пространства. Будем проводить опрос всех трех датчиков с периодом равным 2-3 секундам в задаваемом количестве измерений от 28 до бесконечности, передавать измеряемые значения в локальную СУБД, а по окончанию набора данных выполнять статистическую обработку средствами самой СУБД. Обработка будет включать определение минимального и максимального значений, расчет среднего значения и случайной погрешности проведенной серии измерений, как по каждому отдельному датчику, так и для усредненной по трем каналам измерения температуры в офисе компании Adastra. Результаты выполненных расчетов будем возвращать монитору реального времени, а там визуализировать как в текстовом, так и в графическом виде, включая представление результатов в генерируемый отчет. В качестве СУБД было решено воспользоваться отечественной разработкой СУБД Линтер. Данная СУБД работает как под операционной системой Windows, так и Linux, что весьма перспективно. Обратившись на официальный сайт разработчика, мы скачали дистрибутив, демо-версию, и установили на своем компьютере. Далее, с помощью графической оболочки, мы создали в сервере демо пользовательскую таблицу с именем Measurements, следующей структуры. Как видим, здесь ключевое поле с именем Code, поля Sensor1, Sensor2 и Sensor3 для приема данных по температуре от каждого из трех датчиков, и, наконец, последнее поле, называется TimeMark для фиксации метки времени с точностью до секунды, вот такого формата. Для дальнейшей работы с СУБД в инструментальной системе TraceMode надо запомнить, что пользователь к СУБД имеет название System, пароль Manager, а DSM Linter 6.0. Вот теперь самое время открыть инструментальную систему TraceMode профессионального формата, обращаю ваше внимание. И загрузить подготовленный нами проект. Предметом нашего внимания станет слой шаблонов связи с СУБД. Ну и начнем мы с запроса SQL Query Delete, самого незатейного из нами созданного. Он предназначен, как естует из его названия, для очистки таблицы от старых измерений. Кстати, бланк подключения у всех наших запросов будет одинаковым. Интерфейс ADVC3, DSM Linter 6.0, пользователь System, пароль Секретный, ну и так далее. Найдем нашу таблицу. Вот она. Аргументы. У нашего запроса он чисто технический или формальный, чтобы был сам запрос в одну строку. Но, хотим обратить ваше внимание на то, что все элементы базы данных, как то имена, таблиц, полей и рек, должны быть заключены в двойные кавычки. Поэтому, если вы пользуетесь мастером по строителям запросов, то кавычки все равно придется расставлять уже самостоятельно. Следующий запрос. Write. Опять-таки, как видится из его названия, он предназначен для занесения записей в таблицу базы данных по каждому выполненному измерению температуры, то есть по всем трем датчикам с фиксацией времени измерения с точностью до секунды. Аргументы. Вот они. Сам запрос. Тоже видим. Здесь с удовлетворением отметим, что ключевое поле код заполняется без нашего малейшего участия, что не может не радовать. Следующий запрос. Current count. Аргументы. Один единственный. А запрос вот такой. Предназначен для фиксации или для контроля выполненных измерений записанных в базу данных. Следующий запрос. Processing. Его аргументами будет целый вот такой вот список. И данный запрос предназначен для выполнения всей статистической или математической обработки по всей совокупности выполненных измерений, сохраненных в базе данных. Сам текст запроса будет вот такой. Для понимания происходящего поясним, что данный оператор AVG. Это оператор вычислений среднего значения по указанному полю. Max и Mini. Соответственно, максимальные и минимальные значения поля. SQRT. Ну, извлечение квадратного корня. STD DEF. Это есть не что иное, как вычисление среднеквадратического значения. Но аккаунт, мы уже его видели, это количество записей в указанном поле. Таким образом, вся статистика вычисляется крайне элегантно и абсолютно не затратно для разработчика. Следующий запрос. ReadFull. Его аргументы. А вот и сам запрос. Его назначение заполнять графический элемент база данных на графическом экране более ни для чего он не нужен. Ну и, наконец, самый интересный наш запрос. Это вот первый. ReadForTrend. Он требуется для передачи считанных из базы данных записей на аргументы канала CallTVC. Ну, кстати, давайте мы его найдем тоже сразу. Вот он. Сам по себе этот канал предназначен для визуализации данных на архивном тренде графического экрана, а также позволяет формировать аналогичный тренд в генерируемом отчете. Однако, поскольку количество аргументов любого канала Call ограничено 16 тысячами штук, то требуется это строго учитывать. Так, например, у нас три значения с меткой о времени и того четыре аргумента на одну считываемую из базы данных запись. Также, стоит не забывать, что у канала CallTVC первые два аргумента служебные и, по сути дела, определяют интервал времени от и до. Но, подсчитав все на калькуляторе, приходим к выводу о том, что в нашем случае более чем 398 точек из базы данных на тренд никак не вывести. Таким образом, если по данным возникает перебор, то эти данные надо прореживать, то есть считывать из базы данных каждую первую, вторую, третью и так далее запись, в зависимости от количества выполненных измерений. Так вот, в аргументе запроса, вот этот nnnn, это есть не что иное, как коэффициент прореживания. Сам запрос довольно хитрый. Вот он, еще раз покажем Ну и нет никаких сомнений, что он является в чистом виде вложенным И кстати работает далеко не во всех СУБД Так, например, нам не удалось его заставить работать в Microsoft Access Из имеющихся в проекте программ пояснение лишь требует та, которая называется программ Вот ее аргументы А вот ее текст Он, как видим, написан на ST По сути дела данная программа предназначена по окончанию набора данных Выполнить запрос с прореживанием Это вот тот самый И определить метки времени начала и конца отображаемого на тренде интервала Ну то есть от и до Графическая часть нашего проекта представлена двумя экранами Первый из них основной Именно на нем происходят все значимые события Писок его аргументов довольно обширен Вот он Сам экран содержит шапку, часики Тренд реального времени, где мы видим текущее измерение Выполненное по нашим температурным датчикам Данные из базы данных Это уже то, что считывается непосредственно из СУБД с прореживанием или без Без прореживания, с помощью графического элемента Таблица базы данных Метки времени, считанные по началу и по концу интервала внизу Логотип слева внизу Ну и наконец кнопочки Выполнить очистку базы данных Задать количество измерений Текущий обратный отчет Кнопка записи в базу данных То есть это запуск, сохранение или архивации данных Считать из базы данных Выполнить обработку И сформировать отчет Есть еще и второй экран Он предназначен для отображения формируемого или генерируемого отчета Сам отчет имеет вот такую форму Тренд с метками времени начала-конца выводимого интервала Результаты выполненной обработки по трем позициям температурным Среднее значение, случайная погрешность серии измерений, максимальная и минимальная А также итоговая обработка данных по трем датчикам То есть уже усредненные по трем измерительным каналам Точно так же среднее значение, случайная погрешность, максимальное и минимальное значение Ну вот собственно, да, забыли показать Конечно же и аргументы у нашего шаблона вот такие Ну а теперь сохраним проект для монитора дельного времени И проведем тестирование нашего проекта в лабораторных условиях С помощью данной иконки выполним компиляцию проекта Или выполним процедуру сохранения для МРВ нашего демонстрационного проекта Далее в слое системы выберем наш узел RTM1 И запустим профайлер с поддержкой графики В нем сразу перейдем в полноэкранный режим И запустим его на исполнение Первое в чем мы должны убедиться в том, что данные по температуре мы получаем Ну реально мы их имеем, где-то примерно 25-26 градусов Здесь у нас все в исходном состоянии На всякий случай выполним очистку базы данных Если там были какие-то измерения, чтобы они нам не помешали Далее сдадим для начала три десятка этих самых измерений И запустим процесс набора данных с сохранением в базе данных Ну вот, видим пошел обратный отчет Ну и мы естественно ждем Никаких ясных проявлений на экране Кроме как на тренде реального времени Мы не видим Кстати, in progress это, собственно говоря Говорится о том, что у нас выполняются измерения Ждем Ну вот, нужную порцию данных мы набрали Далее нажимая на кнопочку считать из базы данных Мы выполняем запрос и заполняем архивный тренд То же самое можно проделать и путем нажатия на данную кнопочку На графическом элементе базы данных Вот все 30 наших измерений Нажимая кнопочку обработать Мы запускаем процесс статистической обработки Содержимого базы данных Ну а для того, чтобы увидеть результат Да, кстати, забыл сказать Вот здесь внизу экрана указан интервал выборки данных Да, нажимая кнопочку отчет Мы Видим результат Во-первых На тренде И в таблице Первый датчик, второй, третий Средняя, случайная погрешность Минимальное, максимальное значение В нижней части Это уже усредненные по трем измерительным каналам Ну что Замечательно Ну, с небольшой выборкой мы довольно быстро разделались А теперь выполним следующие Очистим предварительно нашу базу данных И зададим количество измерений Ну, например, 800 С учетом всех наших обстоятельств Коэффициент прореживания будет двоечка Ну, единственное, что набираться эти данные будут достаточно долго Надо набраться терпения Ну, а после мы дождемся окончания И оценим полученный результат Особенно графическую ее часть Ну, причем как на графическом экране, так и в формируемом отчете Итак, микрофончик пока отключаем И смотрим, как выполняется набор данных Ну, с нескрываемым удовлетворением Можем констатировать, что наш эксперимент Близится к завершению Осталось сделать порядка 20 измерений Ну, а дальше по стандартной схеме Итак, набираемся последнего Последних сил Ждем 2, 1 Замечательно Вот мы считали из базы данных С прореживанием Вот без прореживания Давайте так сделаем Вот мы запускаем процесс обработки данных Ну, а для того, чтобы их посмотреть Нажимаем отчет Вот как развивались наши события Ну, такой дрейф температурный Объясняется просто Мы отключили кондиционер В помещении Да, а вот Результаты уже непосредственных расчетов По первому температурному датчику По второму, по третьему Средняя, случайная погрешность Минимальное, максимальное значение Ну, и наконец, итоговая обработка данных Уже по трем измерительным температурным каналам Ну что, замечательно В результате всего здесь проделанного Констатируем, что нам чудесным образом И минимальными затратами С помощью немудренных выражений языка SQL Удалось переложить всю математическую Ну, а точнее, статистическую обработку данных На использованную в проекте СУБД Линтер Ну, а полученные результаты Можно предоставить всем желающим Как в текстовом, так и в графическом виде На экране монитора реального времени Тресмот и в отчете На этом наш ролик завершается Вам спасибо за внимание